Добрый день, друзья! 7 и 8 мая будут сыграны ответные полуфинальные матчи Лиги Чемпионов сезона 2023-2024. Парис Энджермен постарается все же забить гол Дортмундской Боруссии, а Реал Мадрид снова рассчитывает на почти безотказную помощь родных стен. Анонс предстоящих матчей Лиги Чемпионов в нашем видео. PSG Боруссия От PSG отвернулась удача дважды за считанные секунды в начале второго тайма первого матча против Боруссии, когда Киллиан Мбаппе и Ашраф Хакими поочередно попали в обе штанги ворот дортмундцев. В этом розыгрыше чемпионы Франции 10 раз били в каркас ворот больше, чем любая другая команда, и только Барселона делала это больше в рамках одной кампании Лиги Чемпионов за последние 20 лет. Смогут ли подопечные Луиса Энрике подтянуть реализацию в ответном матче? PSG также стал первой командой в стартовом составе, которой на полуфинальный матч Лиги Чемпионов вышли 11 игроков в возрасте до 30 лет, после Баварии в сезоне 2011-12. На этом фоне Дортмунд с такими опытными игроками, как Мац Хумельс, Эмре Джан, Марсель Забитцер и Марка Ройс очень сильно отличаются. Сможет ли парижская молодежь справиться с трудностями и давлением в шаге от финала? Увидим уже скоро. По итогам первого полуфинала Дортмундцы продолжили прекрасную домашнюю серию, без поражений в последних 11 матчах Лиги Чемпионов. Однако теперь Боруссии предстоит серьезное испытание на выезде против PSG, которому она проиграла со счетом 0-2 на Парк Де Пренс на групповом этапе. Да и вообще в гостях у Дортмундцев дела идут не лучшим образом в этом турнире. Лишь одна победа в последних 11 матчах. Главная надежда команды Эдина Терзича на защиту, которая помогла ей сыграть 5 матчей на 0 в этом розыгрыше. Больше, чем любая другая. Еще один матч выведет Боруссию в ее третий финал Лиги Чемпионов. В первом полуфинале особую роль сыграл опытный Хумерс, впоследствии признанный лучшим игроком. И 35-летний защитник снова готов взять на себя ответственность столице Франции. Конечно, мы хотим поехать на Уэмбли, но вторник в Париже будет очень тяжелым, сказал Хумерс. Если хочешь выйти в финал, то должен суметь постоять за себя. Реал Бавария Два гола Венисиуса Джуниора в Мюнхене позволили Реалу избежать первого поражения в этой Лиге Чемпионов. Перед ответной встречей статистика у мадридцев просто отличная. Они брали верх в 23 из 24 предыдущих еврокубковых противостояний, в которых играли в ничью в первом матче на выезде. Единственное исключение – четвертьфинал Кубка Чемпионов 1991 года против московского «Спартака». Реал выиграл все пять противостояний, в которых в первом гостевом матче счет был 2-2. Тем не менее, после результативной игры в Мюнхене вопрос о победителе противостояния все еще открыт. Полузащитник Реала Арельен Чуамини считает. «Мы хотели победить, но сейчас самое главное сосредоточиться на ответном матче в Мадриде. Знаем, что мы лучшая команда в мире. Мы отправляемся на Бернабеу, понимая, что еще ничего не решено. Мы набрали ход и с нетерпением ждем матча», – добавил нападающий Реала Родриго. Уступив титул чемпиона Германии Байеру, Бавария попытается спасти сезон успешной игрой в Мадриде. «На кону стоит все, за что мы боремся в этом турнире», – отметил форвард мюнхенцев Гарри Кейн. «Нужно просто найти способ добиться своего». «В гостях у Реала непросто, но мы должны отправиться туда с верой в себя и добиться победы». Бавария не выигрывала в семи выездных матчах с Реалом. С полуфинала Лиги Чемпионов сезона 2000-2001. Тот результат помог им одержать суммарную победу со счетом 3-1. А в финале баварцы по пенальте взяли верх над Валенсией. Но кое-что говорит и в пользу Баварии. Лишь однажды она сыграла в ничью 2-2 в первом матче Еврокубкового противостояния в полуфинале Кубка Уэфа сезона 1995-1996 против Барселоны. В ответной встрече мюнхенцы победили 2-1, а позже взяли трофей. Пишите свои прогнозы на матчи Лиги Чемпионов в комментариях под видео. Ставьте лайк, если видео вам понравилось. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...